Кто-то обожает смотреть кино, а кто-то любит ходить в галерею на картинную выставку, например. А есть люди, которые сходят с ума от своего творчества, в смысле от своего хобби в виде творчества, писания картин. И именно такой человек. Прекрасно. Я хотел сказать, что от картин с движением мы приходим к картинам в статике. Ну ладно. В общем, член Творческого союза художников Ростова-на-Дону и Городского клуба художников Новочеркасска Анжелика Шуст у нас на связи. Анжелика, доброе утро. Доброе утро. Анжелика, во-первых, поздравляем вас с прекрасным праздником, который сегодня отмечаем мы все дружно. Это первый день весны. Первое марта. И у вас на заднем фоне как раз-таки есть цветочные композиции. И скажите, будут ли они представлены на вашей выставке? Да, спасибо за поздравление. Вас тоже с праздником. Обязательно эти картины будут представлены на выставке у меня. Цветы натюрморта она называется. Специально я ее организовала и посвятила именно этим праздникам весны, масленице и женскому дню, 8 марта. Ну и этой выставкой хочу открыть нашу весеннюю творческую жизнь в городе. 6 марта, насколько мне известно, состоится открытие выставки «Цветы натюрморта» в Таганроге. Вход абсолютно бесплатный в день выставки. И вот хочется обратиться непосредственно к тому, что вы рисуете. То есть, в принципе, вы готовили картины для этой выставки на данную тему? Или вы вообще рисуете только цветы, только натюрморты? Вот как творчество ваше развивается? В каком направлении в основном? У меня сейчас в данной выставке я решила представить именно «Цветы натюрморты», потому что это тематическая выставка. Но на самом деле у меня очень много работ, посвященных труду людей. Есть портреты, пейзажи в этой теме, то есть жанровые композиции присутствуют. Ну, а эта выставка просто вот как объединенной темой определенной. Скажите, вы же писали эти картины в период самоизоляции, правильно? Ну, большинство из них. Да, большинство из них. Очень много у меня работ. 2020 года. И я их выполнила в период весны, когда у нас началась самоизоляция. И вплоть до зимы. А есть разница между картинами, написанными в период самоизоляции, и картинами, написанными тогда, когда еще не было этой пандемии? То есть, когда вы творите подход к творчеству или сам результат, они отличаются между собой? Вы знаете, я для себя открыла то, что действительно они отличаются. Вот эта серия, которая выполнена в самоизоляционный период, она более экспериментальная. То есть, у меня таких работ раньше не было. Изменилась стилистика, композиции более смелые стали. То есть, ну, когда уделяешь больше времени творческим исканиям, тебе ничего не мешает, тебе не нужно никуда бежать, на работу там, еще какими-то делами заниматься. То есть, ты практически все время находишься сама в себе, в творческих исканиях, то вот получаются, наверное, прорывы какие-то у художников. Анжелика, как вы решаете, каким способом определяете, какой цветок будет перенесен на холст? Это какие-то личные предпочтения в цветах? Или есть какая-то другая методика отбора? Да я вообще любитель лица цветов разных. Ну, вот то, что растет у нас во дворе, обычно попадает в поле зрения, и я не могу пройти мимо, если честно. Ну, также у меня есть натюрморты, которые я составила из покупных цветов. То есть, я ходила на рынок, специально выбирала на цветочном нашем рынке. Вот, купила, принесла домой, написала натюрморт. Даже вот в таком вот ракурсе было. Вот интересно, вы рисуете в основном, скажем так, то, что видите, то есть переносите на холст? Или все-таки есть картины, в том числе и те, которые будут представлены на выставке, которые вот вам приснились, не знаю, или там просто закрыли глаза, приставили и нарисовали? Вот такие случаи бывают? По представлению я тоже работаю, но реже, чем с натуры. Вот с натуры, конечно же, вот когда ставишь, допустим, букет, натюрморт, покупаю я там овощи, фрукты, все составляю композиции, это у меня чаще происходит. То есть, вот тот букет в вазе, который за вашей спиной, это реально существующий букет в вазе, который когда-то стоял на вашей столе, получается? Да, абсолютно, да, да. Дорогие друзья, если... Это цветы подарили, сейчас, извините, сейчас перебью, цветы подарили маме моей, она в школе работала, вот она приносит, допустим, со школы, я их ставлю, сразу рисую. Дорогие друзья, и в том числе, конечно же, милые женщины, если вдруг вам в жизни не хватает цветов, а сейчас уже у нас наступила весна, то вы все можете отправиться полюбоваться ими в Таганрог на персональную выставку Анжелики Шуст под названием «Цветы и натюрморты». Анжелика, вам огромное спасибо за то, что начали этот понедельник, эту рабочую неделю вместе с нами, и не только, еще и весну начали вместе с нами. Еще хочется услышать от вас пару слов о пожелании нашим телезрителям в этот прекрасный, замечательный день. Ой, ну, я хотела бы пожелать, конечно же, удачи всем, чтобы весенняя пора прошла более плодотворно, чем зимняя, может быть, сейчас проснемся уже от февральских морозов, особенно отойдем, начнется у нас более плодотворное и плодотворное время. И все будет хорошо, прекрасно и замечательно. Да, хорошо все будет, я уж надеюсь на это, лучше, чем в 2020-м. Друзья, просыпайтесь и творите вместе с нашей гостьей, да и по отдельности.